Привет! Это видео я хочу больше адресовать своим партнерам по бизнесу, но также оно будет полезно и для тех людей, которые совершенно не в теме. Доподлинно известно, что в каждом деле, в том числе и в сетевом бизнесе, то есть в той индустрии, в которой мы работаем, существуют свои проблемы, свои тонкости, свои нюансы, свои проблемные ситуации, которые нужно каким-то образом решать. И за долгое время работы в своем бизнесе я услышал уже не один десяток примерно однотипных историй, однотипных ситуаций, которые возникают при общении партнеров, людей, которые занимаются бизнесом, с сетевым бизнесом, с обычными людьми. Для какой цели это общение происходит? Для того, чтобы найти еще одного человека себе в помощь, партнера, в команду, с которой можно будет развивать это дело, вместе зарабатывать деньги. Ну и, как правило, новички, но также и опытные люди сталкиваются с рядом проблем в этом общении. Самый распространенный из них это, конечно же, конфликтные ситуации на фоне недопонимания, когда дистрибьютор, партнер компании по-другому обращается к какому-то человеку, знакомому, либо малознакомому, либо незнакомому. И в диалоге с этим человеком он пытается завести разговор о бизнесе, то есть рассказать о возможности зарабатывать деньги в той сфере, в которой он сам работает. Ну и в ходе вот этого общения между человеком, который в теме, и человеком, который не в теме, возникают типовые ситуации. Вот, например, несколько из них звонит мне недавно один партнер и говорит, слушай, блин, ну такая ситуация, вот что говорит такому человеку, который вот говорит мне, ай, да это развод, это лохотрон, я в это не верю, да, да это все фигня, это не может быть, так невозможно зарабатывать деньги, это все лохотрон, это все надувательство, это я уже давно знаю, это уже 35 раз слышал, меня сюда уже звали. То есть, ну вот такие вот отговорки, отмазки, такие вот возражения. И вот меня партнер спрашивает, ну вот что делать с такими людьми, вот ну как ему объяснить, что вот у нас реально классная тема, у нас же реально классная тема. Так вот я хочу поделиться с вами немножко опытом на эту тему. Как же быть в том случае, когда ты обычному, нормальному, адекватному с виду человеку говоришь о возможности зарабатывать деньги, предположим, через интернет, вот в таком-то бизнесе. Ну и, предположим, говоришь ему, послушай, есть возможность зарабатывать деньги в интернете, в топливной сфере, ты будешь разбираться в чем суть? И тут на такой, казалось бы, адекватный вопрос сыплется совершенно неадекватный ответ, типа, «Ни за что, не надо, не надо, я уже вашу эту секту, я знаю, я вашу контору знаю, как облупленную, никакими пряниками вы меня в твою секту не заманите, не надо, все, ищите лохов в другом месте, до свидания, пока-пока мне это неинтересно». Ну такой вот примерно ответ, то есть, когда совершенно неадекватная реакция, человек даже не знает, о чем идет речь, но у него сыплется вот такой аргумент. «Как быть с такими людьми? Как реагировать? Что делать, когда человек говорит? Не-не-не-не-не-не, не-не-не-не-не-не-не, только не это, я уже это слышала, мне уже тысячу раз предлагали, я знаю, это лохотрон ваш, это пирамида ваша, этот сетевой маркетинг уже у меня в одном месте сидит». Я уже такое слышала, мне уже тысячу раз такое предлагали, я уже знаю об этом все, наизнанку, там только вытягивают из людей деньги, обманывают, нагревают, там денег заработать нереально, все. Нет, стоп, 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 не надо, стоп, стоп, прекрати, не надо, не надо рассказывать. Я уже была и тут, и там, и сям, мне это уже известно. Мой друг пробовал, моя подруга пробовала, у них нихига не получилось, я все знаю. Меня это не интересует, спасибо, я воздержусь, я воздержусь. Ну вот такого примерно типа ответ, да, совершенно неожиданный такой, казалось бы, неадекватный и так далее. На самом деле для меня лично этот ответ совершенно нормальный и ожидаемый, то есть удивили коня голой задницы, ничего нового. Это нормальная реакция достаточно большого количества людей. А почему она возникает и как с этим работать, я вам объясню сейчас. Смотрите, мы живем в постоянно развивающемся мире, в мире технологий, где каждый день изобретается что-то новое, что-то совершенствуется, какие-то процессы идут в своем развитии. То есть мы не стоим на месте. Появляются новые технологии, которые люди многие просто в силу того, что они идут не в ногу со временем, они их не успевают рассваивать. Они просто не успевают гнаться за этим развитием времени, за развитием технологий. Вы же видели, как на почту приходят бабушки и держат в руках эти квитанции об оплате за квартиру, за телефон, на мобильный телефон, за интернет и так далее. Они несут по сей день эти деньги у кассу, наличкой туда отдают, оплачивают и все доброе у них, и все хорошее. Когда современные люди, многие делают это уже просто либо с помощью пластиковой карты в терминале, либо через интернет-банк, то есть вообще не выходя из дома. Так что вы хотите от людей? Чтобы они развивались в ногу со временем, чтобы они понимали все подряд, что не, ну да, конечно, сегодня самые большие нормальные деньги делаются в интернете. Да, через интернет все зарабатывается. Большинство людей еще добывают свои финансы, извините, методом серпа и молота, кувалды, лома, стамески и так далее. То есть занимаются тяжелым физическим трудом, не требующим высоких интеллектуальных способностей. И они думают до сих пор, что это самый честный, справедливый, самый эффективный способ зарабатывания денег. А то, что там в интернете, уууу. Я с компьютером вообще не дружу. Я не знаю, что это такое, что вы от меня хотите. Я не вижу, как там я, ну, работает. А это, кстати, у вас это пирамиды, я вообще их не рассматриваю. Не-не-не-не, не треба мне оно. Есть всего лишь две основные причины, по которым люди отказываются верить, слушать, принимать то, о чем вы хотите им рассказать. Особенно, если это касается сферы финансов, сферы зарабатывания денег. Первая причина называется гордыня. Я, сетевой бизнес, да ты что, лоха нашли что ли? Тфа! Средства шестого разряда, чтобы я где-то там в интернете в вашей пирамиде? Чего вы мне тут парите? Да я лучше два через два буду работать за 500 баксов в месяц. Нормально себя чувствовать. Что вы мне тут несете? Какие там топливные технологии? О чем вообще речь? Нет-нет-нет-нет-нет. Нас все устраивает. Нет-нет, все хорошо. Нет, нас это не интересует. Нас все устраивает, все у нас хорошо. Да. Да, у нас зарплата 200 долларов в месяц на двоих. Ну и что нас все устраивает? Все хорошо. Не надо, нет. Спасибо. Гордыня – это просто когда человек не может признать какую-то проблему в себе, либо в своем окружении, и он просто отталкивает все, что прямо или косвенно касается этой проблемы. Это как рана, которая никогда не заживает, и человеку очень неприятно и больно, когда ее кто-то пытается затронуть. Когда кто-то пытается еще со стороны на эту рану насыпать соли, такое, знаете, неприятное чувство, еще раз ее зацепить, затронуть, вот это очень неприятно. И вот эта вот внутренняя гордыня, она сопротивляется всему, что пытается ее как-то поколебать, равновесие вот этого вот устойчивого положения. Ну а вторая причина, которая распространена еще чаще, чем первая, чем гордыня, особенно в современном мире, называется глупость, ну или еще невежество. По поводу глупости очень много написано в самой древней книге на Земле. Я вам хочу просто прочитать некоторые цитаты оттуда, чтобы вы понимали, как нужно реагировать на высказывание, на реакцию глупых людей. И почему же противоположное явление, такое как мудрость, разумность, здравомыслие, встречается намного реже, чем вот эта глупость? Запомните, что наибольшая часть негативных возражений, которые вы слышите в свой адрес, в ответ на нормальное, здравое, разумное предложение, происходит лишь потому, что ваши слова адресованы глупому, не наделенному мудростью человека. И вот что написано в этой самой древнейшей книге жизни, в Библии. Вот я вам сейчас некоторые места писания зачитаю и прокомментирую. Посмотрите. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Это означает, что если вы короткой фразой писаете человеку свое предложение, нормальное, адекватное, а он вам в ответ простыню, негатива, всякого вот этого шлака, начинает многословить, поливать вас грязью, возражениями, всякими аргументами, несуществующими фактами и прочей ересью, то перед вами попросту глупый, скудоумный человек. По поводу скудоумия. Скудоумный высказывает презрение к близкому своему, но разумный человек молчит. Что нужно делать, когда вам человек начинает отвечать всякими глупостями, нести всякую ересь? Молчать нужно просто в ответ, ничего не говорить. Зачем на его глупости отвечать? Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми развратится. Если вы хотите быть мудрым человеком по жизни, преуспевать, то вам нужно общаться с мудрыми. Если в вашей среде огромное количество глупых, развращенных людей, то у вас незавидна судьба. В притчах 14 глава 7 стих написано «Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст». Чего спорить с глупым? Чего ему своими аргументами пытаться что-то доказать? Какой смысл пытаться ему что-то доказать, переубедить, если у него своя волна, своя песня? Пусть варится в своем собственном соку негативных этих мыслей и убеждений. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Это означает, что многие глупые люди думают, что… Да ладно, что это мой маркетинг, да вы чё? Это всё не то, это всё лохотрон. Мне нужны реальные деньги, реальные. Реальные деньги – это вот я пришёл на работу, 8 часов отработал, день закончился, я пришёл, зарплату получил. Вот это нормальное, реальное дело. Вот это я понимаю прямой путь. А эти что-то ваши, эти вот питьеватые обходы, там зайди, посмотри, посмотри, разберись, посмотри, разберись. Это всё не то, это всё лохотрон. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Ходить на работу за 3 копейки кажется человеку прямым путём, но результат его – это путь к пенсии, а пенсия заканчивается, как известно, сами знаете, чем. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. В разговоре с человеком вы чувствуете, что он как-то начинает раздражаться, прям не принимать ваши речи, психовать, нервничать, что-то его бесит, шатает, коробит. Но вы общаетесь с глупым человеком, значит. Отойдите от него подальше. Зачем вам это надо? Кто хранит уста свои, тот бережёт душу свою. А кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Понимаете, о чём речь? Глупые люди, как правило, любят широко раскрывать свой рот, где ни попадя. Просто тупо, потому что так принято, так им хочется, потому что они так привыкли. Кто обычно широко раскрывает свой рот, кричит неподделывая, постоянно психует, нервничает. Человек глупый, который тратит тем самым свои нервы, растрачивает свою душевную энергию попусту. Мудрый же человек что делает? Хранит уста свои. Тебя оскорбляют, тебя называют лохом, тебя называют придурком, тебя называют идиотом, куда ты влез. Иди отсюда, иначе тебе вообще смерть будет. Как ты вообще в это попал? Тебя разведут на бабки. Тебя все поимеют, эти сверху над тобой заработают. В частности, вот так широко раскрывают свой рот те люди, которые могут осуждать ваши действия в бизнесе. В частности, в сетевом бизнесе. Но если вы мудрый человек, если вы хотите преуспеть, вы будете в этой ситуации хранить молчание, хранить уста свои, чтобы не тратить попустую энергию на глупцов, на идиотов, на людей, которые не смыслят ничего совершенно в том, что они говорят. И говорят они это потому, что им нужно высказаться. Нужно выплеснуть свою негативную энергию куда-то. Вот еще интересное изречение. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. С кем поведешься, от того и наберешься. Будешь поддаваться постоянно влиянию вот этих вспыльчивых, гневливых психов, ну значит сам скоро таким и станешь. Если же хочешь стать мудрым, здравовыслящим, то до свидания. Отправляй таких друзей нафиг, куда подальше. Зачем тебе гневливые, вспыльчивые друзья, которые тебя будут обсирать, простите, обкладывать со всех сторон оскорблениями, будут наводить критику? Нет никакой пользы от них. Часто наш список друзей, наш круг общения нуждается в дезинфекции, в такой чистке, в зачистке от людей, которые только забирают ваши духовные силы, морально разрушают вашу жизнь, которые не хотят, чтобы вы добились какого-то успеха, счастья. Их надо посылать, посылать первыми, выгонять нафиг из своего двора, не общаться с ними, а страница таких знакомых. Если вам человек даже дорог, но он излегает в вашу сторону всякие разные оскорбления, критику, то разойдитесь на безопасную дистанцию, общайтесь с ним только по каким-то важным вам вопросам. И вот дальше смотрите продолжение. В уши глупого не говори, потому что он призрит разумные слова твои. Вот глупый тебе будет всякую ель, вся хинею нести по поводу твоего бизнеса, доказать тебе, что это фигня, что-то лохотрон, ты болван вообще, ты только попробуй поспорь с ним, ты только попробуй ему какой-то аргумент еще скажи, что да не, ну ты че, ну как ты можешь так думать, да ты что, у нас с ним все не так, у нас все легально, официально, мы не пирамида, мы нормальный серьезный бизнес. Он тебе еще простыней засыпет, еще накатает тебе, что ты вообще балдес, ты имбецил идиот, ты не разбираешься, куда ты попал, тебе вообще будет полная опа, кирдык, все ты потерянный человек, заказывай себе, короче, землю на кладбище, однозначно, потому что, объясню сейчас почему, бич для коня, узда для осла, а палка для глупых, не отвечай глупому на глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, не отвечай глупому на глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах твоих, вот то, о чем я говорю, начнешь отвечать ему на его глупости, он еще больше подпитается этой энергией и почувствует себя правым, что да, ес, я его замочил, я это сделал, он лох, я крутой, все, я внутри, потому что я знаю, как все работает, я не знаю, что все сути бизнеса, я знаю, что вы лохи все. То есть он утвердится еще в своем мнении, не нужно с ним спорить, не нужно отвечать на глупости глупому человеку, это бесполезно, бессмысленно потратите напрасно просто время, дайте ему повариться в своей каше. И вот смотрите, что очень умное написано дальше, подрезывает себе ноги, терпит неприятность тот, кто дает словесное поручение глупцу. Словесное поручение глупцу, что это означает? Когда вы даете глупому человеку право высказаться, право дать какую-то оценку вашему делу, не знаю, поступку еще чему-то, вы тем самым подрезаете себе ноги, подмываете почву под собой, значит, вы смываете почву под своими ногами. Человек неопытный, он идет вперед, пытается сломить вот это сопротивление глупых, скудоумных людей, пытается сломать их, доказать, что нет, они неправы, что да, у нас все классно. И наказывается, получает по лбу, уграбляет теми же, получает шишки на лбу, убивается в эту стену, разбивается носом об этот асфальт, об этот бордюр. И в конце концов больно становится, уже не хочется ничего делать, все, уже руки опускаются, конечно, энтузиазма меньше, веры меньше. Вот поэтому вот здесь вот всегда нужно иметь разум, быть благоразумным, видеть беду и укрываться. Если вы видите, что человек негативно расстроен, зачем с ним спорить? До свидания. Иди дальше, дядя Гуляев, сварись дальше в своей там работе за три копейки, смотри свой телек, жри свои сардельки с пивом и жри спокойной жизнью. Ничего страшного, мы без тебя обойдемся. У нас людей вон там 7 миллиардов в мире. Лови только мои истории, вот я тебе буду ссылки закидывать, позвоню тебе с круиза, покажу тебе фотки, видео, смотри, как я живу. Молча смотри, наблюдая и завидуй. Не надо вякать, не надо осуждать, чем я занимаюсь. Спокойно смотри и завидуй. Ну и вот по поводу гнева, да, откуда вот этот возникает диалог такой острый, напряженный такой, когда вы чувствуете, что собеседник прям такой аж на нервах, хочется ему так вот вдолбить вот в какую-то истину. И вот написано, глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. То есть это означает, что глупый человек, что чувствует, то он и вываливает сразу. То есть не анализирует, правильно это, неправильно, истина это или ложь тут, уместно это, неуместно, все равно валит одним потоком. То есть эту блевоцину на тебя всю полностью изливает, потому что он глупый. А мудрый, прежде чем что-то сказать, он думает, он анализирует, где правда, нужно это говорить, не нужно. В данной ситуации, может быть, не стоит здесь заводить спор, как же быть, когда вас не понимают люди, когда вот вы чувствуете вот это сопротивление в общении, не только по бизнесу, но и вообще в любой сфере жизни. Нужно быть мудрым, благоразумным, разумным человеком и не связываться с глупцами. Глупцов нужно оставлять барахтаться в своем болоте, как эта жаба, чтобы она там барахталась, квакала дальше, пусть она с другими жабами там наквакается, пока не переквакают друг друга, пусть эти жабы ее душат там дальше. То есть нужно оставлять их в своем киселе. Если вы хотите человеку что-то доказать, показать, убедить, переубедить, заставить его насильно разобраться в чем-то, но он усиленно, упорно вот сопротивляется и не хочет, он вас посылает нафиг, он вас там начинает обсыпать всякими красноречивыми комплиментами, то просто переключитесь на другого разумного человека. Уйдите от вот этой глупости. И тогда все будет нормально. И это вот ответ на вопрос партнерам, как быть с теми людьми, которые нифига мне не верят, не слушают их, не верят, не хотят верить, не хотят разбираться, никто там их не поддерживает и так далее. Пошел нафиг. Иди дальше. Не хочешь идти на тыс драйв? Не веришь в то, чем я занимаюсь? Не веришь в то, что здесь можно заработать денег? Не веришь вообще в принципе в интернет? Не доверяешь тому, что я говорю? Думаешь, что здесь разводят людей? Считаешь, что кто-то хочет на тебе нагреться, там, нажиться, разбогатеть? Не нравится тебе, чем мы занимаемся? Не нравится сама идея, сам подход? Не нравятся тебе отношения? Никаких проблем. Иди нафиг. Давай, до свидания. До свидания. Не хочешь ты выбираться в своей яме? Не хочешь ты подниматься с колен? Куда-то идти, развиваться, двигаться дальше? Как-то менять свой уровень жизни, свой стиль жизни? No problem. Оставайся дальше в своей яме. Как знаете, есть такая довольно известная во всем рунете цитата Артемия Лебедева. Как мотивировать себя что-то делать? Да никак. Оставайся в опе. Как заставить других людей, как замотивировать других людей что-то делать? Да никак. Пусть остаются в опе. Пусть остаются там. Пусть сидят. Всех благ. Успехов вам и процветания в вашем бизнесе, в вашем деле, ну и в вашей работе.